Система сопоставит ваши данные и автоматически подтвердит вашу роль, если вы этого еще не сделали. И в случае проблем всегда, конечно же, помогут наши специалисты клиентской поддержки. Она у нас постоянно работает специально для вас. Мы идем в ногу со временем, берем на себя также культурно-просветительскую миссию, и поэтому наряду с коммерческой подпиской у нас доступно практически полторы тысячи изданий в свободном доступе, которые открыты всем интересующимся. Это серия «Онтология мыслей», то есть это классика гуманитарных наук, естественных наук, это научно-популярная литература, серия «Открытая наука», и, конечно же, это целый корпус ключевых отечественных и зарубежных литературных памятников от Древней Греции до XX века. Это дополнительная литература на иностранных языках для чтения в оригинале. И, конечно же, это четыре сборника нашей Юрайт-академии, лучшие тексты для ориентирования в современной цифровой педагогике и в трендах образования. Там собраны выдержки и конспекты мероприятий, которые мы проводили с начала пандемии у нас на платформе, экспертное мнение тех, кто находился на передовой цифровизации образования. Так что обязательно знакомьтесь, скорее всего, это будет для вас, коллеги, интересно. Еще раз благодарю вас, что вы отвечаете активно, вижу, что у многих есть подписка, так что будем дальше действительно работать с платформой. Ну и на сериях свободного доступа наши подарки не заканчиваются. У нас действует акция «Индивидуальная книжная полка преподавателя». И даже если у учебного заведения нет подписки на Юрайт, то современная учебная литература обязательно должна быть вам доступна. Мы прекрасно понимаем материальные сложности педагогов, и поэтому рассматриваем этот сервис как элемент даже некоторой социальной ответственности перед академическим сообществом. Так что если у вас в профиле корректно заполнены ваши дисциплины, также если вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, напишите, я обязательно покажу, то можете зайти в свою индивидуальную книжную полку преподавателя и воспользоваться этим. Как видите, ссылки я кидаю в чат, также они есть на презентации. Мы пойдем дальше. Когда-то обучение было простым, вся необходимая информация поступала к студентам либо от преподавателя, либо из небольшого ограниченного числа источников. Но мир изменился, и мы сейчас живем в эпоху изобилия цифрового контента. А контент – это, как мы уже с вами обсудили, один из главных запросов для образовательной платформы. Так как интернет, конечно, наполнен информацией, огромным количеством информации, различного качества, разной степени достоверности, но пандемия показала нам, что этих материалов недостаточно, так как в таком море контента очень сложно ориентироваться, так же, как недостаточно просто перевести очную лекцию в Zoom, чтобы доступно объяснить студентам ту или иную тему. То есть необходимо иметь другие источники информации. Именно поэтому Юрайт так тщательно подходит именно к выпуску учебных материалов, стараясь делать наши материалы максимально точными, максимально актуальными, отвечающими и отвечающими запросам как педагогов, так и студентов. То есть на данный момент на нашей платформе более 2100 учебных курсов, около 10100 учебников по более чем 15000 дисциплин. Из них около 1400 курсов и чуть более 6000 учебников предназначены для вузов. Также у нас почти 1500 единиц контента в свободном доступе, как я уже ранее говорила. И если уж говорить совсем честно, то в вузах учебники уже довольно слабо используются в учебном процессе, и к помощи библиотеки в таком традиционном понимании прибегают, можно сказать, что в исключительных случаях. И поэтому мы считаем, что пришло время привыкать уже к цифре, к мультимедийному, персонализированному, непрерывно дополняемому, непрерывно изменяемому контенту и уходить уже от таких застывших бумажных учебников. Но, как я опять же говорила ранее, переносы текста просто с бумаги в онлайн, так же, как и переносы лекций за аудиторию в Zoom, конечно же, недостаточно, и поэтому мы предлагаем не просто учебники в электронном виде, не просто оцифрованный текст, а цифровые учебно-методические комплексы, основой которых является лекционный материал в текстовой форме, а вокруг него возникает обогащенная образовательная среда, это сервисы для оценивания, задания, тесты, это медиа, это различные внешние ссылки, и на таком учебно-методическом комплексе можно построить целый учебный курс от входного тестирования до финального экзамена. И вы сможете регулярно проверять знания студентов, отслеживать в личном кабинете цифровую активность каждого студента из группы, и в смешанном формате обучения, конечно же, это особенно удобно, особенно актуально. И, соответственно, у нас на платформе доступны разные виды поиска, помимо простого поиска, расширенного поиска с фильтрами, есть поиск по тематическому каталогу, по каталогу ОГС, по дисциплине, и будет очень здорово, если вы сможете прямо сейчас, например, зайти на платформу, открыть поиск и найти какой-либо курс по вашей дисциплине, попробовать интересный вам вид поиска. И можете прямо в чат скидывать тот учебник, который вы нашли. Если, опять же, в вашем учебном заведении нет полной подписки, можете также оставить заявку на включение на пупку этого учебника для вашего учебного заведения. Если кто-то сейчас... Даю буквально минуту поискать интересный вам курс, и потом, собственно, я покажу чуть позже, как с ним работать внутри курса, чтобы взять максимум вот этого. Да, и, коллеги, если у вас вдруг подникают вопросы по какому-либо из видов поиска, тоже надо что-то показать. Как работают фильтры, как работает расширенный поиск, как устроен наш каталог, пожалуйста, напишите. А те, кто сейчас ищет свои курсы, очень прошу поделиться ссылкой в чате на найденные вами курсы. Это будет очень интересно. Тоже посмотреть, какие для вас материалы сейчас актуальны. И я пока постепенно пойду дальше, но если вы сейчас в процессе поиска, то тоже не бойтесь, обязательно потом просто кидайте в чат, я буду это видеть. Наша платформа также предполагает полный цикл контроля компетенции и оценивания. То есть это одно из преимуществ нашей платформы, о которой мы гордимся, значительный по объему интерактивный фонд оценочных средств, который опробирован на большой аудитории обучающихся. Интерактивное оценивание включает три ключевых стадии. Первый из них – это входное тестирование, которое поможет показать изначальный уровень студентов. Центральные элементы полного цикла оценивания – это формирующие тестирование и задания, которые входят в пакет подписки учебных заведений. Ну и, конечно же, последний этап цикла оценивания – это Юрайт-экзамен, итоговая тестация с возможностью выгрузки цифровой ведомости. И все эти элементы в совокупности позволяют наладить такую индивидуализированную проверку знаний для каждого конкретного студента и делать преподавателю максимально точные выводы об уровне каждого студента, о том, что необходимо еще закрепить или объяснить по-кожему. Поподробнее остановимся на первом этапе, который также… Это сервис входное тестирование, который также может помочь повысить цифровую активность именно вашего учебного заведения. 24 августа у нас на платформе стартовала наша ежегодная всероссийская бесплатная для всех, независимо от наличия подписки, акция входное тестирование. И, как мы считаем, и как мы это увидели по опыту прошлых лет, эта акция очень помогает всем университетам и колледжам России увидеть уровень начальной подготовки зачисленных студентов. Это тоже была проблема с переходом в цифру, электронная подача документов, путаницы, не всегда было понятно, все-таки кого, каких студентов набрали к вам в группу. И вот именно эта акция, которая до 31 декабря действует бесплатно, мы, надеемся, сможет помочь и вам тоже. То есть первокурсникам всех университетов и колледжей бесплатно доступны тесты по всем остальным дисциплинам. Это 29 предметов для студентов вузов, 13 предметов для студентов колледжей, которые поступали после 11 класса, и 13 предметов для студентов колледжей, которые поступали после 9 класса. Предметов в этом году у нас стало значительно больше для тестирования. Мы отобрали для каждого теста наиболее интересные вопросы. И опять же, надеемся, что благодаря входному тестированию и преподаватели, и администраторы учебных заведений смогут точно узнать, с какими студентами предстоит работать дальше в течение нескольких лет. Уровень изначальных знаний первокурсников также может пригодиться для того, чтобы формировать в течение года индивидуальные образовательные траектории ваших студентов. То есть под уровень первокурсников можно будет эффективно изменить учебную программу уже сейчас, так как вы будете знать о сильных и слабых сторонах каждого первокурсника, который прошел тест. Также тесты можно использовать и для старших курсов, так как там есть и профильные дисциплины. В общем, обязательно заходите, смотрите, надеемся, будет полезно, будет интересно. Еще раз повторю, что до 31 октября сервис входного тестирования доступен бесплатно. Возможно, это не актуально для вас, но у вас есть, например, коллеги, которым надо работать с первокурсниками, и которые столкнулись с некоторой проблемой, связанной с определением их уровня. Я также кидаю сейчас ссылку вам в чат, чтобы у вас была сразу ссылка на наше входное тестирование. И идем дальше к следующим этапам цикла оценивания. Это тесты и задания. Начнем с нашей системы адаптивного формирующего тестирования. Она позволяет работать циклично, то есть отправной точкой становятся занятия, где студенты узнают базовую информацию, и затем на ее основе выполняют самостоятельную работу. Эта работа проверяется в постоянном сквозном режиме, и результаты приводят к формированию понимания о сильных и слабых сторонах студента, и позволяет запустить цикл изучения информации заново, основываясь на том, что было упущено, и таким образом двигаться дальше к итоговой тестации. Количество тестовых вопросов на нашей платформе уже превысило планку в 14 тысяч. Это что касается тестов. Юрайт задания — это сервис, который пока еще не предполагает автоматической проверки, но он помогает преподавателю с подбором образовательных задач, которые хорошо структурируют самостоятельную работу студентов, делают ее интерактивной, делают ее разнообразной, удобной. Также это помощь в формировании индивидуальных траекторий обучения студента, так как задания могут быть разными, ситуационные кейсы, аналитические задачи, разные формы проектных работ, рефераты, лабораторные работы, дебаты, деловые и ролевые игры. То есть простор для индивидуализации просто огромный, можно выбрать задания под особенности каждого студента, под его, под наиболее удобную ему форму восприятия информацию. Ну и, соответственно, благодаря соотнесению тестовых вопросов и заданий с развернутым ответом со структурой и материалами учебного курса, вы сможете проверить знания студентов именно по той конкретной теме, которую сейчас им рассказываете. И мы рассматриваем наши тесты и задания не только как сервис для оценки знаний студентов, но и как эффективный вариант самоподготовки. Например, тесты у нас доступны для прохождения два раза, чтобы можно было увидеть свои ошибки, вернуться к повторению, например, материала в тексте лекций и потом пройти еще раз заново уже с учетом предыдущего опыта. Ну и, конечно, последний, не по важности, этап цикла оценивания – это Юрайт-экзамены. Как я уже говорила, это итоговая тестация с возможностью выгрузки цифровой ведомости. Если вы заходили в расширенный поиск, то в список фильтров нашего каталога добавлен фильтр «Содержит экзамен». По нему отображаются курсы, которые можно применить для организации аттестации, потому что в них уже достаточное количество содержится тестов и заданий. Так что вы можете всегда найти необходимый курс и проверить, подходит ли он для зачета или экзамена. Если вы вдруг не нашли нужное, то вы можете создать собственный курс с помощью конструктора гибких курсов, про который я тоже дальше чуть более подробнее расскажу, и взять его за основу Юрайт-экзамена. То есть такой вариант тоже есть. Конечно же, мы планируем и дальше увеличивать количество, перечень курсов с оцениванием ради усиления еще большего образовательной составляющей нашей платформы. Коллеги, необходимо ли кому-то показать, как указать в фильтре при поиске учебника наличие экзаменом? Если нужно показать, то напишите, пожалуйста, об этом в чате. Я сразу же покажу. Надо показать. Все, сейчас я тогда открою поиск. Это будет быстро, через демонстрацию экрана. Коллеги, вам видно мой экран? Подскажите, пожалуйста. Тоже можно плюсиками. Ага, все, поняла, спасибо. Я перехожу, соответственно, на стартовую страницу платформы. Кстати, по поводу подписки задавала вопрос. Вот, если вы авторизованы, то в личном кабинете у вас вот тут написано, какая подписка вам доступна. Заходим в расширенный поиск. У нас также все оснащено видеоинструкциями, то есть при каких-то вопросах на платформе, например, вот, про работу с каталогом, вы можете всегда открыть видеоинструкции о том, как использовать нашу платформу. Если видите такой значок, то это видеоинструкция. Вот, давайте попробуем найти курс, например, по политологии. Мне это ближе, поэтому я по политологии. Вот, и тут, соответственно, появляются различные фильтры. Можно фильтровать по доступу. Я, например, хочу для высшего образования, причем для бакалавров. Вот. Мне важно, чтобы была рабочая программа дисциплины, чтобы были задания и видео. Сейчас, минуту, коллеги. У меня это немножечко технические неполадки. Вот, надеюсь, что вам видно мой экран. Курсы, так, еще раз. Питология. Вот, можно выбрать, соответственно, автора, научную школу, дисциплину и так далее. Вот, еще раз указываем. Вот. А, я поняла. Я поняла. У меня случайно почему-то вышел он из платформы. Сейчас, коллеги. Одну минуту я пойду заново, чтобы показать поиск. Ладно, коллеги, извиняюсь, возникли у меня техническая авария небольшая с интернетом. Попозже, когда я буду показывать, как выглядит курс внутри, обязательно вернемся к вопросу поиска. Вот, еще раз, извиняюсь, что чуть задержалась. Обязательно покажу. Я запомнила этот вопрос. Сейчас пока тогда перейдем к нашим сервисам. Сервисы на нашей платформе образуют единую такую экосистему, где разные инструменты можно составлять в различные методические конструкции, чтобы решать разные образовательные задачи. И польза, конечно же, увеличивается при системной работе сервиса. Увирает различных таких инструментов свыше 70. Именно поэтому мы стараемся проводить вот такое обучение, поэтому делаем наши вводные курсы, наши видеоинструкции, чтобы вы могли взять максимум от работы нашей платформы. Начнем с некоторых самых важных из них. Для удобного чтения электронных учебников с любого гаджета мы разработали мобильное приложение Юрайт Библиотека. Особенностью этого инструмента является то, что приложение само может работать офлайн. То есть вам и вашим студентам нужно будет скачать учебник, находясь в сети, а работать с ним потом можно будет в любое время и в любом месте, вне зависимости от того, есть там интернет или нет. Очень надеемся, что это будет полезно для сельских регионов, например, которые также смогут наравне со всеми работать в режиме индивидуализации. Вот, наверное, с пандемией все помнят эти истории, то, как кому-то приходилось высовываться с телефоном из окна или там залезать на деревья, чтобы ловить интернет. Так что надеемся, что частично помогаем решить и эту проблему тоже. Еще один очень мощный инструмент усиления эффективности и индивидуализации обучения – это конструктор гибких курсов. Педагогам бывает сложно найти учебник, который бы удовлетворял все требования, который бы был ориентирован под уровень группы, содержал бы в себе актуальные яркие примеры. И наш конструктор гибких курсов помогает преподавателю легко индивидуализировать обучение, также и комбинировать материалы, то есть отдельные темы, параграфы, разделы разных курсов и учебников, которые доступны на нашей платформе. А также внедряют туда и различные внешние ссылки на внешние источники, то есть материалы из ЛМС учебного возведения, книги, научные статьи в открытом доступе, в электронных библиотеках. Это могут быть нормативные акты или техническая документация, материалы российских и зарубежных СМИ, то, что подходит вам больше. И все это можно комплектовать в единый, совершенно уникальный ваш инструмент для обучения студентов. Тоже кидаю вам ссылку в чат на этот сервис. Там тоже обязательно будет доступна видеоинструкция или могу чуть попозже показать, сейчас когда-нибудь у меня придет в норму. Собственно, три вероятных методических сценария, для чего может понадобиться гибкий курс. То есть, во-первых, это знакомая многим ситуация, когда в учебной группе оказались студенты совершенно разного уровня, и вы работаете с большинством. В это время двоечники условно тормозят, а отличники прогуливают, потому что им неинтересно. С помощью гибких курсов можно создать такой курс, который будет как матрешка. То есть, от простых материалов с минимальным набором заданий до сложных, с привлечением магистрских компетенций, дополнительной научной литературы и так далее. Второй сценарий – это, когда мы говорим про специальные курсы. Опять же, хотелось бы обратить внимание, что сейчас в высшем и среднем профессиональном образовании порядка 150 тысяч дисциплин. И сложно надеяться, что по каждой дисциплине есть или в ближайшее время появится хороший, действительно подходящий учебник. Например, это может быть учебник по цифровой гуманитаристики или по археологии Западной Европы. То есть, какие-то очень специальные, очень узкие темы. И, соответственно, для этого нужна оптимальная комбинация доступных материалов. И через конструктор гибких курсов, как раз с привлечением внешних источников, вы сможете составить такую комбинацию быстро, сравнительно просто и абсолютно легально. Ну и последний сценарий – это когда обзорные или междисциплинарные курсы позволяют интегрировать различный учебный контент ради общего результата. Нередко бывает, что авторы одних учебников делают акцент на одной теме, на которой они специализируются, другие на другой и так далее. И через конструктор гибких курсов можно позволить себе уйти от возникающей из-за этого односторонней безысходности и добиваться гармоничного купажа в интересах профессионального, в интересах личностного развития ваших студентов. То есть, например, собрать в один курс, например, по управлению данными, блок по аналитике данных от аналитика, блок по менеджменту от управленца и так далее. Очень надеемся также, что это будет для вас полезно, и поэтому с этим сервисом все зависит от того, что нужно именно вам, и от вашей фантазии, от стремления к некоторому творческому подходу к образовательному процессу. Также мы понимаем, что сегодняшнему поколению студентов очень важно, помимо текста, иметь возможность визуально ознакомиться с материалом, где-то менять формат подачи информации для погружения в тему. Поэтому каждый видеоролик, которыми оснащены материалы наших учебных курсов, был подобран так, чтобы проиллюстрировать тему, сделать ее простой для понимания. Аудиоматериалы будут полезны, наоборот, тем, кто любит больше воспринимать информацию на слух. То есть, если это курс по творческим направлениям, внутри курса может быть представлен ролик с обзором скульптуры эпохи Возрождения, запись игры на фортепиано. Если для подготовки инженеров, то это может быть показ работы сложного оборудования или разбор физического опыта, приготовление блюда, запись заседания Организации Объединенных Наций и так далее. Потому что сегодняшнему поколению студентов очень важно, помимо текста, иметь возможность визуально ознакомиться с материалом для построения ассоциативных связей, для погружения в тему и так далее. Ну и, конечно, у вас есть возможность пользоваться всеми сервисами, всем контентом образовательной платформы URite прямо из информационной среды вашего ВУЗа. Для этого можно настроить бесшовную интеграцию и взаимодействие с очень распространенной LMS Moodle. Настроить интеграцию возможно также при подписке учебного заведения на платформу URite. И для чего это нужно, чем это вам поможет, вам и вашим коллегам. Это поможет пользоваться образовательной платформой URite без дополнительной регистрации и авторизации на платформе. Позволит искать учебную литературу URite прямо в каталоге библиотеки вашего учебного заведения. Ну и, конечно, быстро наполнить LMS учебного заведения качественным контентом. Можно также, вы можете оставить заявку о настройке бесшовной интеграции у нас на сайте, и наши специалисты вам помогут. А мы как раз переходим к практике. Сейчас я проверю, что у меня все работает. И попробуем с вами немножечко попрактиковаться. Также урою учебный курс и покажу. Продолжение следует... Спасибо, Федот. Сейчас как раз вроде я проверила, что все работает. И начну опять же с поиска, чтобы была возможность все показать, показать все необходимое. Итак, коллеги, видно ли мой экран? Подскажите, пожалуйста. Ага, все, вижу. Так, как и обещала, еще раз начинаем с поиска. Вот тут также указана сразу же ссылка на видеоинструкцию. У нас на YouTube-канале доступны видеоинструкции практически про все. Есть целый плейлист для преподавателя. Так что, если вдруг какие-то у вас вопросы еще останутся, то у меня будет возможность... Вот, например, курс по математике. Так же, как и по политологии. Ну и, собственно, тут и можно увидеть... различные фильтры, которые необходимы, и по ним подобрать тот курс, который вам наиболее актуален. И сейчас, собственно, практика. Я вам сейчас отправлю ссылку на тот же курс, в который зайду сама. Очень попрошу вас всех зайти туда вместе со мной и попробовать посмотреть материалы. Что самое интересное, вы можете, находясь внутри учебного курса, открыть вот тут окно отображения материалов и, соответственно, увидеть сразу, сколько доступно лекций, тестов, заданий и видео. И каждое из этих вещей можно отфильтровать. Например, если вы хотите посмотреть только лекционные материалы, вот они вам доступны. Сейчас он подображается. Вот, например, первый раздел. Вот, пошел сам текст лекций. Можно добавить тесты, чтобы они тоже отображались. Сейчас сложно будет увидеть. Сейчас отдельно скажу. Например, отдельно можно отфильтровать тесты, сколько их есть. Вот, также вы можете скопировать ссылку на тест и сразу отправить ее для прохождения своим студентам, там, в чат, на почту и так далее. И можете, конечно же, сами пройти тест. Вот, если это вам интересно, вопросы тоже бывают разных видов, на выбор одного варианта, на выбор нескольких вариантов установления верного порядка и так далее. Доступны в этом курсе также задания. Вот это задания с вопросами по видео. Тут же есть задачи различные и так далее. И, собственно, курс оснащен медиаматериалами. То есть все то, о чем я чуть-чуть ранее рассказала. Вот, можете также это посмотреть. Зайти прямо вместе со мной, потому что, когда я обычно пробую что-то сам сделать, становится проще. Вот, также есть возможность формировать закладки и цитаты. Давайте сейчас открою какую-нибудь тему. Например, здесь. Потому что я верну все материалы. И открою, например, третью тему. Вот. Открыла. Чтобы сформировать, чтобы поставить закладку, разумеется, тут есть значок закладки. Вот, закладка сформирована. Вот. И также можно создать цитату. Вот. Для этого необходимо выбрать нужный текст. И нажать «Создать цитату». Вот, соответственно, напоминает список цитат. Их можно копировать. Вот. И дальше, соответственно, отправлять, куда вам нужно. Вот такой небольшой практику. Поэтому, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого получилось зайти, что-то сделать, найти, например, курс интересный вам, в котором вы также можете что-то сделать, посмотреть на курс логистики вместе со мной. Очень здорово. Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо, Сергей. Очень хорошо, на самом деле, что вы пробуете это делать вместе с нами. И, опять же, для всех остальных также доступен и вводный курс, и все видеоинструкции. Я пока сейчас останавливаю тогда показ экрана. Можете также дальше поискать и уже попробовать на более интересных, нужных вам курсах сделать все то же самое, и, возможно, вы найдете ваш идеальный курс. Вот. И это будет очень здорово. Я думаю, что я смогла как-то вам тоже помочь. Пойдем дальше. Конечно же, образовательная платформа в современном мире обязана не только собирать, но и анализировать, предоставлять данные своим клиентам, чтобы в том числе продемонстрировать прозрачность и эффективность своей работы. Так что у нас еще есть очень важный сервис Юрайт Статистика. Вот наша исследовательская команда, прямо на примере учебных заведений вашего региона, сейчас покажу, проанализировали мы темпы цифровизации высшего образования и подготовили рейтинги вузов и колледжей, наиболее активных в цифровом учебном процессе. Рейтинг составлен на основе цифровых следов. И в показателе, соответственно, интегрированы разные виды активности преподавателей, студентов на образовательной платформе Юрайт. То есть это чтение и цитирование учебного контента, это просмотр образовательных видеоматериалов, это выполнение заданий к видению, прослушивание аудиодорожек, это прохождение и тестирование, ну и, конечно, взаимодействие между студентами и преподавателями через нашу платформу. Вы также можете посмотреть, там много интересного, посмотреть ваше учебное заведение среди учебных заведений вашей отрасли или вашего региона, на каком месте находится, сколько используют ваши коллеги платформу и так далее. Тоже это интересно. И тут, соответственно, на этом слайде лидеры среди вузов Дальнего Востока и на следующем слайде среди колледжей тоже, чтобы вы видели, что есть возможность составления такого рейтинга. Ну и, конечно, еще один очень крайне важный сервис, очень пользуется популярностью, это шаблоны рабочих программ дисциплин, так как мы решили помочь разгрузить немножечко вас, преподавателей, от лишней бумажной работы, освободить время для педагогического творчества и сделали шаблоны рабочих программ дисциплин. Это также бесплатный сервис, который доступен всем зарегистрированным пользователям. Шаблоны проведены в соответствии с изменившимся нормативной базой и практикой проверок Рособранадзора. Учтены синхронные и асинхронные форматы обучения, связанные с тем, что во время пандемии распространялось дистанционно и смешанные форматы образования. В них приводятся образцы заданий и тестов из курсов. РПД доступны практически для всех наших курсов. Вы можете сформировать соответственно РПД к выбранному курсу по определенной дисциплине, адаптировать ее под оформление вашего учебного заведения и использовать в своей дальнейшей работе. Тоже сейчас постараюсь быстренько показать, как это работает. Надеюсь, что будет видно. Это не должно занять много времени. Почему-то у меня тут оказываются курсы СПО. Я сейчас попробую найти какой-нибудь курс для вуза, например, по дисциплине. Походим с вами в карточку курса. И сразу же можно тут соответственно... Сейчас, минуту. У меня такое ощущение, что у меня будто бы не демонстрируется экран. Чего-то сегодня немножечко не ведет с техникой. Ну, это, сами понимаете, издержки цифровизации, вот, издержки дистанционного и смешанного формата обучения. Поэтому сейчас попробуем еще раз. Нет, боюсь, что не смогу показать, но ничего страшного. Там также доступна дисциплина, и мы с вами уже заходили в карточку курса, там просто везде есть кнопочка РПД. Вот, нажимаете туда, ее можно выгрузить в Word и, соответственно, уже править этот шаблон под ваше учебное заведение. Идем чуть-чуть дальше. Ну, и, соответственно, такая последняя часть, конечно же, посвящена обучению вас, то есть обучению преподавателей на нашей площадке Юрайт Академии. Мы очень стараемся обеспечить нашим пользователям непрерывность обучения. Обучение в первую очередь с помощью удобных онлайн-курсов Юрайт Академии, которые можно проходить, когда удобно именно вам. Они составлены с учетом реальных необходимостей педагогов, передовых методиков, навыков и инструментов. Мы каждый день ведем, вот как сейчас, открытое, доступное каждому обещание в прямом эфире, дважды в год проводим масштабную школу преподавателя, пятидневный онлайн-инденсив, крупная конференция. А сейчас у нас еще возник и новый формат. Будем стараться ежемесячно делать однодневный интенсив, однодневные онлайн-конференции. Наша Юрайт Академия — это уникальная открытая площадка, где опытом могут обмениваться педагоги от Калининграда до Владивостока, что, наверное, для многих из вас актуально. А также мы приглашаем и зарубежных коллег, и в целом аккумулируем у себя на площадке лучших экспертов в области образования со всей России. Ну и сейчас еще и из-за рубежа. Ну и, конечно же, вся интересная информация о нашей работе, о развитии образования в России, публикуется тоже на нашей собственной площадке в Юрайт-журнале. Я вам сейчас отправляю ссылку на онлайн-курсы Юрайт Академии. Да, Светлана, и до Камчатки, конечно, тоже. Вот, как мы очень хорошо сейчас видим на примере нашего текущего вебинара. Мне очень приятно. Я сама, на самом деле, с Дальнего Востока, и, конечно, приятно видеть коллег, соотечественников тут в прямом эфире, видеть, что расстояние не помеха, чтобы улучшать образование вместе. Вот, это я сейчас скинула ссылку на онлайн-курсы Юрайт Академии. Тоже постараюсь показать. Надеюсь, что все сейчас получится. Вот, и все будет хорошо. Так, открываю экран. Тоже можете заходить. Вот, надеюсь, что видно экран. И вот, соответственно, наши онлайн-курсы. То есть, чтобы ознакомиться вообще со всеми доступными опциями по повышению квалификации, по обучению, вы можете вот прямо здесь наверху платформы наводить на обучение преподавателей курсор. И вот открываются, соответственно, вебинары и дискуссии. Это вот как сейчас, то, что проходит каждый день бесплатно в прямом эфире. Онлайн-курсы. Это то, что я показываю, страницу тут. И вот, соответственно, есть онлайн-конференции. Однодневные школы преподавателя, которые два раза в год, пятидневный инвентив. Архив школы преподавателя и сборники конференций. То есть, аккумуляция всего того, что за год работы в Юрайт Академии мы накопили. С онлайн-курсами они есть бесплатные. То есть, это, как правило, обучающие курсы, которые именно направлены на обучение пользователей нашей платформы. И, как я уже сказала, если вы после вебинара захотите еще больше расширить свои знания или поделиться с коллегами информацией, которых не смогли присутствовать, вот, есть базовый уровень и продвинутый уровень курса преподавателя. Есть вводный курс для администратора учебного заведения, например, для библиотекарей и так далее. И бесплатный курс для студентов. Например, можете так же скинуть его первокурсникам. Там тоже много полезной информации от вопросов мотивации до поиска учебного контента. Есть несколько общепедагогических курсов повышения квалификации с получением удостоверения о повышении квалификации. Они стоят 500 рублей. И мы постарались собрать еще и отраслевые курсы, так как, опять же, опыт у нас огромной работы с совершенно разными сферами, разными областями. У нас здесь контент доступен по разным дисциплинам, вот, так что можно найти курс на любой вкус. Эти курсы также платные с возможностью получения удостоверения о повышении квалификации. Стоят 1000 рублей. От аграрного образования до, например, обучения иностранным языком. Мы уже надеемся, что вам это будет полезным. Это что касается онлайн-курсов. И дальше, соответственно, про конференции. То есть первая такая наша пробный экспериментальный формат однодневной конференции ежемесячной. Первая пройдет уже совсем скоро, 27 октября, на тему индивидуализации и персонализации в современном образовании. Во время конференции проходит программа повышения квалификации. Очень будем рады видеть вас и ваших коллег. То есть можно выбрать разные форматы участия. Бесплатный формат вольного слушателя, сертифицированный формат с получением сертификата и формат квалифицированного участника с получением также удостоверения о повышении квалификации на 18 часов. Обязательно заходите, смотрите. Если будет вам интересна именно эта тема, то, правда, будем очень рады вас видеть. Еще одно важное наше мероприятие, тоже, как я уже говорила, школа преподавателей, пятидневный интенсив, тоже очень-очень ждем вас. Это совершенно потрясающее мероприятие, коллеги. И поставьте тоже плюсики, если кто-то присутствовал на наших школах преподавателях, на летних или на зимних. Одна из главных фишек этого мероприятия, как, наверное, знают коллеги присутствовавшие, это как раз не только то, что обсуждают спикеры, соответственно, эксперты лучшей в области образования, которых мы собираем на нашей площадке, но и то, что происходит в чате, живой диалог от Калининграда до Камчатки, как мы уже с вами выяснили. Очень приятно, что вас так много, тоже очень будем ждать вас и на зимней школе, обязательно там с вами встретимся. Ну и, соответственно, мы также не удержались от любопытства, проанализировали еще и самые активные вузы не с точки зрения использования нашей платформы, но и с точки зрения обучения, повышения квалификации преподавателей. Вот тоже, к сожалению, нет, у меня небольшого рейтинга, но вообще у нас в Юрайт-статистике также доступна статистика по обучению преподавателей, то есть вы можете посмотреть, насколько ваши коллеги активно, например, используют наши возможности для повышения квалификации. То есть, надеюсь, что мне удалось показать, что сотрудничество с нашей платформой способно помочь всем подразделениям вашего учебного заведения, то есть запасы цифрового контента станут подспорьем для факультетов, для кафедр, для университетской библиотеки. Управление цифровизацией сможет найти интересные сервисы и инструменты для настройки цифрового образовательного процесса в учебном заведении. Учебный офис или методическое управление смогут оценить методики выстраивания индивидуальных траекторий, методики преподавания. Управление ДПО может заинтересоваться программами по повышению квалификации преподавателей, а сервисы статистики пригодятся управлению программами развития и позволят отслеживать прогресс. Ну и, конечно же, платформа может быть не только образовательной, но и публичной. Например, работа нашего Юрайт-журнала, выступления на наших мероприятиях, конфиденциях может быть полезна управлению по маркетингу или пресс-службе. Так что мы всегда рады взаимодействовать с совершенно разными подразделениями ваших учебных заведений. Так что, коллеги, я хотела сказать вам большое спасибо, что вы с нами. Мы очень этому рады, и нам очень важна ваша обратная связь. Мы постоянно используем обратную связь именно от вас, от пользователей, чтобы находиться ближе, не быть в отрыве от тех, кто использует нашу платформу. Поэтому, если есть вопросы, есть предложения или что-то неудобно, всегда, пожалуйста, обращайтесь в клиентскую поддержку, пишите на наши почты. Это для нас очень важно, очень хочется, чтобы наша платформа была действительно полезной. И, соответственно, вы можете, если у вашего учебного заведения нет подписки, то можно поддержать нас, нажав на кнопку «Хочу» у себя в личном кабинете. Если есть подписка, что более актуально для большинства присутствующих сегодня на вебинаре, то лучший способ вообще поддержать нас, помочь нам, это давать честную, качественную обратную связь и, конечно, пользоваться, активно использовать нашу платформу в своей деятельности. Это лучший способ, правда, мы будем очень рады. Так что обращайтесь. На всякий случай тоже просим делиться с коллегами информацией о нашей платформе, чтобы они тоже могли использовать. У нас есть партнерская программа, которую можно чуть подробнее читать по ссылке, подключиться и получать бонусы при условии, чтобы вы будете делиться с коллегами информацией. Немного о коммерческой политике тоже не буду подробно на этом останавливаться. Презентация будет доступна. Ну и самое главное, да, наши контакты, контакты клиентской поддержки. Обращайтесь, подписывайтесь на наши соцсети. До новых встреч у нас в Юра. Это академия. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...